всем здравствуйте всех рада приветствовать сегодня у нас вторник а значит у нас снова эфир а сегодня пятница точно на же перенесенный фир все я уже сама заработалась сама потерялась во времени так мы переносили эфир сегодня пятница 10 00 и у нас с вами эфир на any official конечно же по материалам по новинкам сегодня у нас замечательный повод замечательный замечательное событие это выход долгожданной новогодней коллекции ричит и мы с вами будем сегодня как раз ее выкрашивать мы с вами будем ее рассматривать я вам покажу эту красоту нереальную красоту вот и мы с вами рассмотрим еще и новогодние декорации покажу какие декорации новый год выходят расскажу по ним и даже если успеем поработаем немножечко с ними всем здравствуйте всех рада видеть кто меня не знает меня зовут червеева анастасия рада вас приветствовать и мы потихоньку переключаемся чтобы не затягивать поехали коллекцию но мы не могли конечно как вы понимаете не выпустить новогоднюю коллекцию тоже такая традиция новый год должен быть красивым по любому без этого никак смотрите вот он вот она красотка ну вот даже сама упаковка просто нереально красиво естественно как и гель-лаки которые находятся внутри смотрите здесь у меня здесь у меня набор 6 миллилитров есть набор 6 миллилитров есть набор 9 миллилитров ну у меня здесь он 6 принципе разницы нет но тем не менее чтобы вы знали есть еще 9 миллилитров и наборы давайте вот при вас при вас прям открываю смотрим что здесь внутри в этом наборе наборы сразу говорю наборы как вы знаете у нас лимитированы наборов выпускается немного все эти оттенки вы сможете приобрести и по отдельности но они будут по отдельности только 9 миллилитров только 9 то есть 6 миллилитров они будут только в формате набора что внутри помимо того что у нас сами гель-лаки здесь в наборе идет небольшой подарок вот такой смотрите это фольга и это металлизированная лента для дизайнов дальше в наборе конечно же идут наклейки на ложки без этого никак это уже стандартный состав набора и конечно же сами ложки идут в наборе ну бесподобная коллекция конечно красиво вот сразу начинаешь ими работать сразу появляется ощущение нового года вот видите это у нас 6 миллилитров и здесь они тоже уже в новых таких брендированных флакончиков красивые флаконы безумно мне нравится вот эта выбитая часть логотип очень классно смотрятся давайте с вами будем их выкрашивать так по стоимости знаю что сейчас будут вопросы по стоимости по стоимости 6 цветов 2 700 6 цветов 6 миллилитров 2 700 6 цветов 9 миллилитров 3 800 это по стоимости самого наборчика по отдельности также стандартно 700 рублей каждый оттенок по моему 700 рублей получается выкрашиваем выкрашиваем цена сказала только что стоимость давайте начнем прям по порядку 327 я буду показывать стараться вам вблизи прям максимально приближать чтобы видно было сам оттенок сам вот этот шикарный цвет это зеленый ну тренд тренд этого года это зеленый поэтому конечно мы не могли на новый год обойтись без зеленого оттенка очень красивый такой темно зеленый с более яркими зелеными блестками блестки такие достаточно крупненькие классно очень смотрится прям такой новый год новый год новый год наверное самый вот зеленый красный на мой взгляд самые такие цвета прям новогодние я заказала жду да да согласна просто шедевр бомбические цвета полностью согласна с этим мнением потому что цвета действительно очень классные крутые давайте будем их выкрашивать так ну что давайте я наверно ложки сразу на ложки приклеивать буду наклейку чтобы было видно что за цвет что за оттенок с чем мы работаем мне очень нравится идея вот этих наклеек на ложки я сама как мастер работающие как как владелец студии громко сказано да как основатель мини студии пока я знаю насколько это удобно вот эти наклейки на ложки это ну не реально классно потому что все все оттенки которые вы выкрашиваете когда они подписаны и подписаны не вручную это смотрится конечно совершенно по-другому так вот он наш красивый бесподобный зеленый цвет тренд этого года я не знаю как вы кстати пишите кому этот тренд зашел я не знаю как вам но я просто в восторге от тех зеленых которые в тренде которые популярны модные сейчас оттенки я давно не носила столько зеленого и мне очень нравится вы знаете мне он не надоел у меня маникюр зеленый педикюр зеленый в общем это что-то с чем-то вот он вот он вот он бесподобный зеленый оттенок с вот с такими блестками очень круто покрывала клиентки недавно очень круто смотрится да согласна насчет ждать нового года потому что есть клиенты которые в принципе да любят такие оттенки независимо от нового года я допустим очень люблю наш по моему какой он 297 по моему который серебряных хлопьями я его безумно люблю это вот один из фаворитов прошлогодней коллекции новогодней конечно мне не нравятся все но тем не менее я им покрываю независимо от времени года также допустим как конфетти вспомните наши краски конфетти бесподобные краски и я их и летом и зимой и весной и осенью готова использовать потому что они действительно крутые вы представляете как он будет смотреться в выкладных френчах девочки кто работает с выкладными френчами вот попробуйте прям рекомендую очень круто думаю будет там смотреться дальше следующий у нас оттенок это триста двадцать восьмой это fire опал красный огненный опал это у нас зеленый сапфир так наклейку сразу сразу наклеечку я даже если не попадаю на наборы наклейки всегда покупаю даже отдельно вы знаете на самом деле я вроде бы работая здесь и бывая постоянно в офисе я тоже не могу пролететь с наборами как не смешно это звучит но на некоторые наборы такой ажиотаж что я могу пока спущусь не успеть уже так это fire опал 328 смотрите какой он красивый сразу говорю от коллекции казино цвет отличается достаточно сильно здесь другие совершенно блестки там блестки они как бы утоплены в цвете здесь получается сам цвет состоит из сплошных блесток то есть такой прям полупрозрачный и много много блесток он весь смотрите какой он прям вот весь один сплошной блеск очень красивый цвет очень прям красивый оттенок красный 328 цвет огненный а какой у нас кстати тигр кто в курсе какого тигра у нас год я помню что тигр кто какой тигр я не знаю я еще не смотрела честно говоря может кто-то уже смотрел и напишет какие цвета на новый год нужно нужно одевать 329 монстон так ложечка следующий оттенок 329 так приклеили от коллекции супер стар красный красный месяц не могу сказать скорее всего да сейчас попробую найти я думаю что в любом случае отличается во первых во вторых там же краски у нас да не знаю на камере наверное будет не видно на камере не видно цвет отличается в красках он другой чуть-чуть здесь он более насыщенный такой красный красках он как металлизированный и блестки тут немного другие на камеру не видно на камере не видно там другие блестки здесь более крупные блестки а там прям миленький блеск такой металлический на камер камера не передает к сожалению здесь другие совсем блестки поэтому да девочки отличаются они разные здесь прям блестки блестки а там вот знаете такое как мелкие мелкие металлические и получается такой прям металлизированный эффект немножко поэтому да отличаются так можете и краску выкрасить чтоб сравнить девочки давайте если у нас время останется хорошо потому что сейчас у меня задача выкрасить коллекцию рассказать о новогодних декорациях поэтому давайте если останется время мы потом с вами посмотрим хорошо но на камере боюсь что на камере может быть просто не видно разницу потому что камера как вы знаете она плохо передает все таки такие эффекты так 329 это вот такие вот полупрозрачные блестки тоже очень красиво смотрится очень красиво играет на ногтях при том за счет того что они полупрозрачные они будут приобретать оттенок геля то есть если вы покрытие делаете на прозрачную базу у вас будет вот такой эффект если вы покрытие будете делать на допустим камуфлирующую базу или камуфлирующий гель у вас соответственно блестки приобретут снизу немного розоватый оттенок то есть очень прикольный такой эффект получится если вы нанесете какую-то карамельную базу соответственно у вас сверху оттенок приобретет вот блестки приобретут оттенок такой немножечко карамельный поэтому очень прикольно давайте порисуем вот я тоже думаю что надо попытаться успеть но у нас сегодня прям очень много новинок поэтому в любом случае если вдруг мы сегодня не успеем порисовать не переживайте я в любом случае еще выйду с этими красками с этими гель лаками прошу прощения и обязательно мы с вами еще не один раз порисуем на аккаунте ими офишел либо на моем аккаунте не переживайте обязательно будем творить новый год я думаю что скоро мы начнем творить только новый год поэтому я вас без этого не оставлю триста тридцать роял оникс красивый даже не могу его описать видите он не плотный черный но при этом при этом он содержит внутри такие частички которые делают его черным то есть здесь у нас идет сам такой цвет серебристо золотистый плюс вот все эти микро частички они дают эффект как раз таки прям вот прям вот красивого черного такого блестящего оттенка очень классно смотрится шикарный цвет сразу скажу я его сравнивала со всеми вот такими блестящими черными которые у нас есть не похож ни на 270 ни на 221 ни на какой не похож это я точно сравнивала уже разглядывала потому что у всех такой один вопрос будет стопроцентно нет девочки он не похож ни на какой из наших уже имеющихся бесподобный очень красивый такой вот вот и черным его не назовешь хотя он вроде такой есть отлив и серым его не назовешь такой вот бесподобный цвет очень красивый следующий оттенок следующие два оттенка они близко между собой но они разные они в разных идут именно оттенках они похожи по по составляющей по наполнению но они разные и смотрятся абсолютно по-разному поэтому кто там на камере не кстати не знаю должно быть это видно на камере кто переживает что не очень близко они близко но они по-разному совершенно смотрятся 331 yellow diamond сразу да понятно о чем речь yellow diamond желтый бриллиант алмаз бриллиант кто как переведет неважно суть одна 331 331 очень красивый цвет 297 про который я говорила не пересекается совершенно другой оттенок тот холодный серебряный прям холодный серебряный и там прям такие хлопья хлопья здесь больше блестки и они и цвет знаете такой шампань красивый очень блестящий оттенок и здесь больше все таки блестки не хлопья именно такие прям блестки очень красивый оттенок это 331 первый отпад да вы полностью правы и 332 оттенок это у нас gold charm смотрите вот не знаю камера передаст или нет я вам потом их вместе покажу это вот оттенок на мой взгляд Он более золотистый и с розовинкой немножко. Вот на мой взгляд присутствует какая-то как розовиночка. Тот больше к серебру, этот больше к розовому золоту такому. Не могу сказать, что он золотой, прям золотой-золотой. Он вот к розовому золоту уходит. Тот к шампань, а этот к розовому золоту. Красиво очень смотрится. Видите, тоже такие блестки. Блестки здесь вот сейчас видно. Видите, блестки в перемешку с хлопьями. Кстати, интересно, в том оттенке не посмотрела. Тоже в перемешку с хлопьями или только блестки. Сейчас достану, прям посмотрю. Смотрите, очень красивый, очень. Они разные, они не одинаковые. Очень красивый вот такой вот золотисто-розоватый оттенок. Не яркое золото, а не вот такой вот желтый, прям золотой. Ну, здесь, наверное, больше все-таки, все-таки больше блестки. Здесь, вот сейчас видно, да, здесь больше таких, именно блестки разного цвета. А здесь добавлена еще вот какая-то внутри фольга или хлопья. Нереально красивые цвета. Вот они вместе, видите, они совершенно разные. Камера, конечно, не совсем передает, но они разные. Один более теплый, другой приглушенный. Такой вот, не холодный, но приглушенный. Красиво. Так, наклейку на ложку не наклеили. Быстренько исправляемся. И покажу их все вместе. В общем, коллекция Огонь Огненный. Новый год прям вот все. Прям хэппи-нью-ер. Конечно, их выкрашу потом во второй слой. Давайте я их выложу вот сюда и вам приближу, чтобы было мне удобно их не держать в руках. По порядку. Нереально новогодняя прям красивая коллекция. Сношебательная. Смотрите. У меня уже слюнки потекли. Вот они все. Пытаюсь вам со всех сторон показать их блики. Бесподобно. В общем, пошлите сейчас прям начинать отмечать Новый год. Вот самая-самая тематическая такая коллекция. Вот эти два цвета характеризуют новогоднее настроение, конечно, как никто другой. И вот эти они великолепно дополняют вот это новогоднее настроение за счет того, что они блестящие. Прям блестяшечки-блестяшечки. Очень видно. Отлично видно, что разные. Все отлично. Да, они разные. Они совершенно кому-то, я думаю, что больше пригодится такой зайдет, кому-то зайдет больше такой. Я даже когда делала дизайны на руках модели, смотрите, я когда выкрашивала какой-то из темных оттенков, я прям под него выбирала, подбирала один из этих. Потому что под каждый оттенок они смотрятся по-разному. То есть нанесете вы зеленый, вы подбираете прям под зеленый себе тот, который прям на руках будет смотреться красивее, интереснее. Потому что вот под каждый оттенок разный цвет смотрится по-разному. Все. Вот такая наша бесподобная коллекция. И плавно перетекаем к новогодним декорациям. Так. Перетекаем к новогодним декорациям. Так, ну у меня кое-где уже начатые декорации, потому что не было времени искать цельные, но тем не менее, я думаю, что будет все прекрасно видно и понятно. Так, еще где-то. И вот. Смотрите. У нас вышло много новогодних декораций. Достаточно, достаточно много. В первую очередь это, конечно, стекло. 5D стекло. Кто помнит, прошлогодние наши 5D стекло, они очень хорошо прям на Новый год зашли клиентам. Не знаю, как у вас, у меня очень классно они зашли. И они пользовались достаточно такой прям большой популярностью среди клиентов. Потому что здесь и игрушки, и снежинки, и звездочки. Ну, то есть прям тематика Нового года. Очень классные дизайны с ними получались. Притом, сам, в принципе, вот этот вариант, сам этот декор, он уже самодостаточный. Не обязательно к нему что-то пытаться еще приклеить. То есть та же паутинка, тот же какой-то геометрический элемент. Плюс вот такой вот дизайн уже, в принципе, это Новый год. Здесь, здесь, здесь это прошлый год. Он еще есть в наличии. В этом году, смотрите, они представлены вот в таких вариантах. Вот такая прикольная цепочка. Цепочка. Мне почему-то рептилию чем-то напоминает. Очень классно, интересно смотрится. Вот такие красивые декорации. Вот эти вот кресты, они взяты именно из ювелирных украшений. Они, знаете, вот действительно украшения на ногтях смотрятся очень красиво. Их можно и вот так клеить, и вот так. Их можно разрезать. Очень интересно. Я на себе даже пробовала делать такой дизайн. Вы их даже, когда разрезаете, очень красиво получается дополнение к новогоднему дизайну. Дальше. Вот такой вариант геометрии. Тоже прикольно смотрится. То есть для тех, кто любит геометрию, прям идеальный вариант. Потому что это и такие стразы сразу, и геометрические элементы два в одном. Смотрите, обязательно, только вот покажу сегодня, как правильно их использовать, постараюсь успеть. Обязательно, как и в 5D, нужно в конце снять излишки топа с этой декорацией. Чтобы она горела, играла, обязательно снять излишки. Дальше. Смотрите, и вот такие лунулы. Селена называется. Ну, их можно как и лунки использовать, можно как какие-то тоже геометрические элементы использовать. Очень интересно смотрится. Это то, что касается 5D. 5D стекло. По стоимости они 170 рублей, если я не ошибаюсь. Дальше. У нас выйдут 5D вот такие элементы. Очень тоже классно смотрятся. Это элемент очень красиво в виде вот таких вот часиков, почтовых каких-то открыток, писем. Вот, ну, очень интересный элемент получается. Колокола, колокольчики, подарки. Ну, вот прям тематика, тематика. И прям нежнятинка. Вот для тех, кто любит нежность прям. И более такой яркий вариант. Здесь уже те же подарочки, но уже в более яркой интерпретации. Здесь кружки, кофе, но тоже прям тематический вариант 5D Nail Crust. Кстати, вот они, смотрите. Nail Crust 5D. Здесь есть прям номера 34 и 35. Сказочная пора и уютные выходные. Ну, как удобно сделали. Смотрите, даже если у вас потерялась упаковка, здесь, видите, все прописано, все выбито. Поэтому не потеряйтесь, если вдруг нужно будет докупить что-то. Так, вот такие 5D элементы. То же самое. В конце очень важно убрать излишки, остатки с этого элемента, чтобы он остался объемным. Покажу их в работе. Сами дизайны с 45D. Смотрите, вот они дизайны с стеклом, со стеклом, с этими декорациями. Очень красиво, очень эффектно смотрятся. Очень. 5D я обязательно покажу, как их правильно использовать. Смотрите, и в глянце, и в матовом очень красивые элементы получаются. Вот, видите, о чем я говорила? Даже наполовину эффектно получается. Дизайн очень эффектный. И, конечно, шармиконы. Как без шармиконов? Ну, куда же мы без шармиконов? Никуда, конечно. Тематика. Смотрите, один из самых моих любимых вариантов – это вот эти слова. Называется он «Танцуют все». Это номер 202. Безумно интересный вариант из серии «Мандариновая кома», «Оливье маст хэв». И все в таком духе. Селедка под шубой. А как же я? Ну, вы поняли, о чем я, да? Такой вот. Это вот мой прям стиль. Я думаю, что это у меня будет один из самых ходовых шармиконов. Подари мне, Санта, антидепрессанты. Дальше. Следующее у нас – это вот такие вот звезды и полумесяцы. Конечно, в сочетании со словами. Без слов никуда. Из сказки слов не выкинешь. Это у нас 199-й шармикон «Новогодняя ночь». 199-й. Дальше. Следующий вариант – это тематический в стиле этого года. Как раз шармикон. В стиле этого года. Вот он как раз год тигра. Дополнение. Также слова. Очень интересные всевозможные варианты снежинок. Кстати, я думаю, что снежинки надо посмотреть. Снежинки, возможно, в чистом виде тоже еще остались. Это 201-й шармикон. Это тигр. Называется он тигр. И дальше у нас – это вот такие елочки. Галь, а посмотри, пожалуйста, у Валеры новогодней. Может быть, у него там типсы? И вот такой вариант – это, кто помнит, у нас были такие элементы, цепочки в одном из прошлогодних шармиконов, но там они были в дополнение. Их решили выпустить в чистом виде, потому что очень классно сочетать как раз-таки в дизайне, как отделку делать, отбивку. Очень интересно смотрится. Это номер 200 гирлянды. Нет, нет, это именно у Валеры, посмотри. Это курс. Да, у него не лежат. Нету? Ну, значит, девочки, мальчики, покажу вам в следующий раз. Возможно, найду и просто потом сниму вам сториз с ними. Очень крутые, да, очень красивые. Все жду. Это правильно. Это очень правильно, потому что на самом деле они все безумно интересные. Так, ну что, давайте что-нибудь попробуем сделать с вами, сотворить. Кстати, блестки, несмотря на то, что это блестки, наши блестящие гель-лаки, очень интересно использовать и в качестве дополнения к дизайну. То есть вот в таком варианте, фокус, не в чистом виде, видите, а в таком варианте. Очень интересно смотрится, между прочим. Так, ну что, давайте начнем. Я думаю, уж несколько штук мы точно с вами успеем сделать. Так, давайте сразу покажу вам 5D вариант, потому что мне нужно, очень важно показать, как правильно ими пользоваться, потому что многие, многие не совсем верно их используют, заливают их топом, и они смотрятся немножечко по-другому, так же, как и 5D. Здесь, давайте я возьму вот такой оттенок, черный оникс. И давайте в эту сторону сделаем, чтобы не повторяться нигде. Сделаем на полноготочка дизайн. Конечно, в два слоя наносим его. Вот эти блестки, все блестки, лучше, конечно, наносить всегда в два слоя, потому что в один слой они могут быть очень полупрозрачными, поэтому лучше наносить всегда и в два слоя. Столько сердечек. Спасибо за сердечки, я все вижу. Можно использовать где-то геометрию, девочки. Можно использовать, смотрите, можно использовать для отбивки, паутинку, без разницы, абсолютно. Сильно много сюда тоже добавлять нет смысла, потому что у нас все-таки с вами эти дизайны достаточно самостоятельные. Достаточно самостоятельные, поэтому все-таки это вариант минимализма. Сам дизайн, сам 5D, он будет уже смотреться красиво. Сильно я здесь могу не вырисовывать. Если мне нужно сделать какую-нибудь отбивку, помним, что такое отбивка, да, это отделить, отделить каким-то образом цвет, чтобы он смотрелся ровнее. Что я сделаю? Я здесь, если у нас блестки, я никогда не советую все-таки дисперсию стирать, потому что блестки могут поменять цвет немного, и будет не тот результат, который вы ожидаете. Поэтому все-таки лучше перекрывать топом Теклос. Я возьму топ Теклос и перекрою под эту отбивку только-только в центральный участок, чтобы не задавать толщину. Я перекрою только вот этот вот сам участочек, потому что дальше у меня будет еще слайдер топ. И если я буду один слой наносить на другой и так далее, конечно, у меня может выйти в конце концов толщина. Мне она не нужна, поэтому мы ее будем стараться избегать. Дальше берем вариант, чем можно отделить. Мы можем взять серебро, можем взять золото, можем взять чисто черный вариант. У меня есть черные полоски, давайте возьмем их. Даже черный будет смотреться интересно, потому что он будет практически незаметен, но при этом даст вам четкий контур. Очень удобно в них то, что мы можем их примерить. Я могу примерить, какая мне толщина линии больше нравится. И уже после этого я взяла и поработала с этой линией. Как я не люблю перчатки. И я уже поработала с этой линией. Приклеили. Только после того, как вы убедились, что у вас все ровненько, вы можете пригладить, вернее, вы должны пригладить, не можете, а должны пригладить шармикон. Излишки обязательно, конечно же, убираем, чтобы использовать можно было еще раз. И обязательно тщательно его приглаживаем. Если вы не пригладите, у вас он будет торчать. Но это делаем только после того, как вы его ровно посадили. Если вы его посадили неровно и пригладите, потом вы его переклеить уже, к сожалению, не сможете. Дальше. Теперь. Мне нужно... Мне нужно будет приклеить 5D, а это слайдер. Вот я могу еще поиграться вот такими золотыми декорациями или серебряными. На самом деле, очень люблю добавлять геометрию. она смотрится очень эффектно. Можно сверху, снизу, можно только сверху, можно только снизу, без разницы. И я вырезаю тот элемент, который мне будет необходим. Сюда подойдет любой, даже цветной вариант. Ну, какой у меня... Так, главное понять, в какую сторону мне нужно обрезать. И смотрите, что я сделаю. Я обрежу его частично, чтобы приклеить часть элемента. Нижнюю часть можно прям не вырезать. Потом ее тоже можно куда-то использовать. где-то возле лунки доложить. То есть не выбрасывайте. Вы потом придумаете, куда использовать. И вырезала нужный мне элемент. И моя задача размочить. Размачивать, конечно, всегда рекомендуем в теплой воде. Все слайдеры, когда вы размачиваете их в теплой воде, особенно если они жесткие, прям такая горяченькая водичка, особенно если они жесткие, они становятся более эластичными, более такими податливыми и очень хорошо ложатся. Если вдруг, вдруг, ну, нет возможности, конечно, используем то, что есть под рукой. Размочили. Сдвигаем. Так, стоп. А что ж вы молчите? И я не туда, и вы молчите. Заговорилась я с вами. Совсем. Вот совсем-совсем. Слайдер топ. Ну, как же мы его приклеим без слайдер топа? Я должна сейчас перекрыть элемент, участок, который мне нужен, слайдер топом. Смотрите, я могу захватить шермиконы. Я как раз их запечатала и параллельно создала дисперсию под свой элемент 5D. Девочки, по-хорошему мы можем делать маникюр где-то с 14-15 лет только. Потому что до этого возраста ногтевая пластина, она только формируется. И есть вариант того, что вы просто навредите. Но, опять-таки, это все, это все уже под ответственность родителей. Потому что есть дети, допустим, те же грызуны, которым, ну, никак невозможно эту такую вот привычку ликвидировать. И пока ребенок не поймет, что такое красота и для чего вообще нужны ногти девочкам, ну, здесь ничего не помогает. Поэтому здесь все по показаниям. Если просто для красоты, ну, под ответственность родителей вообще рекомендуем, конечно, с 14-15 лет хотя бы. Опять. Не могу пока сказать, во сколько лет я сделаю своей дочери маникюр. Потому что дети сейчас, они намного взрослеют раньше и запросы у них, конечно, уже совершенно другие, даже в 12 лет. я знаю, что у моей знакомой мы начали девочке делать маникюр где-то лет с 13, но там была другая ситуация, там ребенку нужно было очень сильно поднять самооценку. там как бы вариант другой был и у нас была безвыходная ситуация. Вообще как бы все-таки чем позже, тем лучше. Так, и теперь мы подсушили и приклеиваем наш элемент. Очень красиво смотреться будет и с зеленым. Кстати, вот хочу перекрыть матовым топом, чтобы посмотреть, как эти цвета будут под матовым, потому что они тоже под матовым будут очень-очень интересно смотреться. Сейчас расправляем. Чтобы у нас нигде складочек не осталось. И обязательно фиксируем в лампе. Хотя бы несколько секунд. У нас дисперсия слайдер топа должна просохнуть, немножечко схватиться вместе с самим слайдером, чтобы слайдер уже не поплыл, не съехал, под кистью топа ничего с ним не случилось. Поэтому он зафиксировался, все, и мы работаем дальше. Дальше нам, так как это у нас все-таки слайдер, хоть и 5D, хоть и стекло, конечно, понадобится ультрабонд. От рук тоже остаются в любом случае следы. Просто аккуратненько это делаем. Если где-то что-то потом мешает, аккуратно перед тем, как нанести топ, вот так вот убираете, если пылинка, ворсинка или апельсиновой палочкой. Я на самом деле в перчатках работаю только на камеру, потому что я перчатки не переношу органически. У меня вообще вот просто аж истерика начинается, когда я в перчатках. Поэтому для меня очень сложно было даже на камеру начать работать. Поначалу в перчатках. Смотрите, можно сразу покрывать топом, если у вас, допустим, глянцевый топ или вы знаете, что топ хорошо держит. Если вы переживаете, что вдруг топ будет не так хорошо держать или клиент очень активный, неважно. Можно взять тот же слайдер топ или тот же топ Т-класс и чуть-чуть промазать декорацию, но в этом случае вы обязательно должны убрать излишки. То есть по факту нам зафиксировать нужно только вокруг. Изнутри вы берете кисть, любую кисть, которая под рукой, которая будет удобно вам работать. И изнутри вы прям очень хорошо, здесь прям очень хорошо на этом этапе убираете излишки. Иначе у вас потеряется весь эффект. Эффект объема именно. Кстати, кто у нас ростовский? У нас сегодня же Велком Дэй еще. Кто ростовский? Кто собирается прийти на Велком Дэй на день открытых дверей? Есть такие среди нас? Девочки, ну в эфире я не буду, конечно, делать этот дизайн уже, потому что у нас времени не останется. Вообще вот эти все декорации, они так же, как и шермиконы, как вот эти шермиконы наши обычные, как и вот эти шермиконы, они клеятся на поверхность без липкого слоя. Топ Текласс, хорошо просушенный Топ Текласс, идеально подойдет для этих как раз таки декораций. То есть Топ Текласс нанесли, прям просушили хорошо, и клеите их по принципу, как и обычные шермиконы. И так же, как и в шермиконах, вы убираете с обеих сторон, если они выходят у вас за границы ногтевой пластины, убираете излишки на миллиметрик, на полмиллиметрика, чтобы хорошо запечатать их в дальнейшем потом. Топ Текласс или слайдер топом, без разницы чем, но чтобы обязательно их хорошо запечатать. И у вас поверхность должна быть прям без липкого слоя, без дисперсии. Прям вот хорошо, одну-две минуты просушенный Топ Текласс. И вот мне хочется использовать сегодня матовый топ. Я беру, конечно, топ-вельвет. Мне хочется показать вам, как под матовым топом смотрятся эти оттенки гель-лака. Под глянцем я вам сейчас их показала, глянцевые. Но они не менее красиво будут смотреться и под матовым. На самом деле, очень люблю блестки под матовым топом. Знаете, у них такая вот какая-то появляется интрига. что-то такое прям невероятно мистическое, волшебное. Ну, очень красивые блестки под матовым топом. Сушим. Видели, да? Я в конце тоже убрала кистью обязательно излишки. Если вы не уберете, вы зальете просто всю декорацию и эффекта уже, к сожалению, такого не будет. Смотрите, даже вот сейчас в конце есть два варианта исхода событий. Вот вариант под матовым топом. Вот вариант под глянцем, под матовым топом, но в глянце. Что мы делаем? Мы просто, когда перекрыли с вами матовым, получили вот такой вот прям сатиновый эффект блесток. Видно, да? Смотрите, как красиво. Мы можем взять тот же самый топ Теклос и тонкой кистью отдельно прорисовать с вами сами стразики. Получается очень эффектный дизайн. Вот такими вот быстрыми движениями перекрываем топом Теклос или топом Ультрашайн, не важно. Перекрываем сами стразики. Смотрите, у нас совершенно уже другой вариант дизайна получается. То есть у нас стразы вернулись обратно, а сам вокруг эффект остался матовым. Очень красиво смотрится. Кто еще не пробовал ни разу, прям попробуйте, советую, рекомендую. вот они наши выкрашенные оттенки. Хочу их прям подтянуть просто чуть-чуть. Вот они наши выкрашенные оттенки. Очень эффектные, очень красивые, прям новогодние-новогодние. Бесподобные. И вот такой у нас результат с вами получился. Так, давайте еще успеем. Наверное, не успеваем, да? Во сколько мы сели? Нет, наверное, успеем. Еще один вариант дизайна. Быстро попробуем сделать с тигром. Еще один вариант сделаем с вами быстро. Я думаю, что вам тоже понравится. Ну, все просят красный. Давайте поиграемся красным. Так, можно сделать вертикально, можно сделать горизонтально. Смотрите, что я сделаю. Прорисовала так. Потом могу взять тонкую кисть и прорисовать еще чуть дальше бортик с отступом. Так, дальше мне понадобится топ-т-класс и где наши декорации, которые вы просили использовать. Вот они. Девочки, матовый топ, он... Так, тыклассы, правильно. Матовый топ, он очень специфичный топ. Он как замшевая обувь. Как вы не пытаетесь за ней ухаживать, от воды, от внешних факторов она просто-напросто у вас все равно начнет затираться. Так и здесь. Кто-то может носить замшевую обувь, кто-то не может носить замшевую обувь. Для того, чтобы сохранить лучше, вы можете покрывать топ либо в два слоя матовый, либо слайдер топ, а сверху тонко, конечно, а сверху матовый топ. Но тем не менее, от затирания торцов на 100% вы никак не защитите клиента. Если клиент очень у вас активный, как ни крути, вот этот момент, он все равно будет. Я, допустим, хожу с матовым топом постоянно. Мне нравится его эффект. И даже слегка затертые торцы меня не смущают никак. У меня есть клиентка, которая приходила ко мне вообще практически с глянцем. То есть вот она настолько его затерла, но у нее специфика работы такая, что мы посмотрели и решили, что нет, мы больше ей не будем делать. А кто-то приходит, у кого даже торцы не затерты. То есть это именно особенность матового топа. И здесь все зависит от клиента. Насколько клиент будет аккуратно все это носить. Смотрите, мне нравится вот такой вариант. Очень классно смотрится. Снежинка вот эта. Я в нее влюбилась. Я не знаю, как вы, я в нее влюбилась. Вот еще вот это внутри слова, оно смотрится просто бесподобно. Неважно, неважно, что у вас здесь где-то за пределы выйдет снежинка. Это все просто можно легко обрезать. И сюда же можно посадить нашего тигру, тигрулю. И рядышком можно выше чуть-чуть, можно здесь же, можно ниже посадить, можно тигрулю. По-хорошему я могу сюда еще добавить что-то типа Merry Christmas или Happy New Year. очень тоже будет интересно смотреться. Это уже на усмотрение на ваши и вашего клиента. Мне лишним не будет. А как будет вам, вы уже посмотрите сами по факту. Шармиконы закрываем слегка топом Teclos для носибельности. На типсах я, конечно, такое никогда не делаю. Вам сейчас показываю. Это, как правило, только на клиентах. Потому что на клиентах, клиенты у нас, конечно, они руками работают, они руками там посуду моют, что-то делают. Типсы, естественно, я их вот сделал и все. Им это не нужно. На клиентах, если особенно клиент активный, лучше закрыть сами шармиконы и топом Teclos, а сверху уже чем угодно. Любой уже матовый топ, глянцевый топ вы можете использовать. Вообще любой топ, которым вы работаете. Все. Шармиконы у нас запечатаны. И я сейчас покрываю снова матовым, чтобы показать вам, как смотрятся блестки под топом подматовым. Вот у нас вариант с тигрой. Вариант с тигром. Это у нас 201 тигр. Шармиконы 201 тигр. Вот так они выглядят. Здесь, видите, и елки, и слова, и снежинки вот такие классные. Мне не очень понравились. И сами тигрули. Притом есть просто тигр, а есть вот такой тигруля в цветах. И вот как наш вариант смотрится. Смотрите, даже под матовым топом блестки смотрятся очень эффектно. Очень. Ну, я бы здесь еще золотой шармикон приклеила. Мэри Крисмас. Но многие меня ругают за то, что у меня перебор. На самом деле, как бы здесь на любителя. Я бы добавила. Или какие-нибудь снежинки золотые. Вот прям мне не хватает. А кому-то уже и этого будет много. Поэтому вот так вот. Декорации мы с вами посмотрели. Смотрите, как классно. То есть, несмотря на то, что у нас с вами блестки, мы можем работать и не однотонное делать покрытие, а делать полноценные дизайны. То есть, цвета с блестками ни в коем образе не ограничивают нас в нашей фантазии. Поэтому, девчонки, не бойтесь. Девочки, мальчики, не бойтесь. Фантазируйте, пробуйте. И даже блестки можно использовать в дизайнах. Поэтому, жду ваших работ, жду отметок. Мне очень будет приятно посмотреть, что вы творите на Новый год. Обязательно еще выйдем с вами с новогодней тематикой. Я обещаю. Либо здесь, либо на своем аккаунте. Обязательно. Все. Всем хорошего дня. Я с вами прощаюсь. Хорошей пятницы и хороших выходных вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok